Более 250 тысяч тенге через в суд взыскивает с предпринимателя компания Астана Суарнасе. Штраф начислен за сорванную с водомера пломбу, но Альмира Кабишева утверждает, что срывать пломбу ей было невыгодно. Да и сумма штрафа, на взгляд предпринимательницы, необоснованно высокая. Между тем, суд первой инстанции вынес заочное решение в пользу монополиста. Предпринимательница подала на апелляцию. Жанар Барлыбаева с подробностями. После пяти лет работы мать двоих детей вынуждена закрыть свой магазин. Подкосила девальвация, а тут еще последние полгода остались без воды. Кран запломбировали, а в конце мая арестовали счет предпринимательницы. Мы не работаем уже две недели, закрылись, потому что на самом деле работать в таких условиях невозможно. Штраф в 250 тысяч тенге за якобы сорванную пломбу предпринимательница считает необоснованно высоким. Говорит, даже не имея счетчика, в помещении в 30 квадратов с одним продавцом ей за месяц начислили бы 1200 тенге. А по водомиру ежемесячно накручивала и того меньше – 500-800 тенге. Зачем же сорвать пломбу, задается вопросом женщина. Доступ же к прибору из-за частых аварийных работ имели коммунальщики. «Открывают и смотрят, в чем дело. Пришли, проверили, что делали, я не знаю. Я не могу все время присутствовать. А знаете, выгодно им. Вот, допустим, они сорвали пломбу, принесли к себе суарносы, все, штраф. У них же тоже, наверное, им какой-то план дают, что вы работаете или не работаете. Вынесли заочное решение по мне. Мне не была ни повесточка, ни суарносы, меня никто не предупредил, что на меня подали в суд». В палате предпринимателя, куда обратилась за помощью бизнес-вумен, в действиях монополиста выявили ряд нарушений. Например, в акте контролера, который стал основанием для судебного решения. «Он был подписан не представителем потребителя и не самим потребителем, а именно продавцами магазина, которые не имели оснований, никаких доверенностей подписывать данный документ. И также вопрос возникает при вступлении в силу данного решения суда. Как он вступил в силу, это тоже является вопросом, потому что отлежащим образом это решение не было получено предпринимателем. То есть ни почтовый адрес, ни наручно документ ей не получен». Защитники предпринимателя обращают внимание на размер штрафа. Он равен сумме платежей по водомеру за 25 лет. Но представители водоканала непреклонны. Говорят, закон на их стороне. А сумма штрафа вычислена по утвержденной методике расчета упущенной выгоды. «Олзанг кшненгенсон». «Она обязана выплатить штраф, так как решение суда вступило в силу. Мы уже ничего не можем изменить. Мы действовали согласно договору, где все прописано. Потребитель подписал типовой договор, значит, принимает его условия». «Нами была изучена судебная практика по данным делам, связанная именно с участием Астана Суарнасе. И все решения, которые мы нашли в справочнике судебных дел, они практически все одинаковые. Вынесены, как по шаблону, там поменена только фамилия, сумма, взыскиваемая с потребителя». Альмира Кабишева намерена добиваться отмены штрафа или хотя бы его уменьшения. Предпринимательница подала апелляционную жалобу. Надеется, что суд учтет ее доводы. Жанар Барлыбаева, Баглан Жангодин, телеканал Астана.